Ирония судьбы в Устилимске в магазине стройматериалов провалился пол. Сообщение о необычном происшествии появилось сегодня днём. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что в какой-то момент земля под ногами сотрудников буквально начала проваливаться, а следом на людей начали падать предметы со стеллажей. На данный момент информации о пострадавших в происшествии нет. Тем не менее, проверку по данному факту уже организовала региональная прокуратура. Специалисты надзорного ведомства дадут оценку исполнению градостроительного и иного законодательства в местах массового пребывания граждан, а также в сферах охраны труда. О других не менее важных и резонансных событиях дня расскажем в ближайшие полчаса. В эфире новости по будням. Здравствуйте! Ну а прямо сейчас вас ждут короткие анонсы основных тем выпуска от наших корреспондентов. Выше уже некуда. В Прибайкалье в очередной раз подорожал бензин. Сегодня разбираемся, предел ли это и почему топливо становится опасным для кошелька. Опасность по соседству. В Монголии зафиксирована вспышка чумы. Существует ли риск ввоза болезни на территорию Иркутской области? Расскажем сегодня. Поговорим сегодня и о благоустройстве. 500 видеокамер установят в иркутских скверах и парках до конца года. Поможет ли это избавить места отдыха от вандалов, выясняем в программе. Ну а в финале программы сделаем несколько приятных и удивительных открытий. В рубрике «Повесточки» узнаете, зачем иркутяне вернулись в средние века и как выглядит дружба двух роботов. Но начнем мы выпуск с другой информации. Серьезная авария сегодня утром случилась в Иркутском районе. На одном из трактов столкнулись сразу три автомобиля. Один из них перевернулся и, к сожалению, не обошлось без пострадавших. Все произошло на третьем километре тракта на Мельничную пать. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как из-за поворота по встречной полосе вылетает автомобиль ВАЗ. В этот момент по своей полосе двигались сразу три машины. Две из них, Мазду и Субару, виновник аварии буквально протаранил. Еще один шофер успел вовремя среагировать, поэтому ушел влево и чудом избежал аварии. После столкновения отечественное авто перевернулось и задымилось. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбирается госавтоинспекция. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ не справился с управлением. К счастью, обошлось без жертв. Однако помощь врачей все же понадобилась сразу двум участникам ДТП. В результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь понадобилась водителю автомобиля ВАЗ-2109, а также водителю автомобиля Субару. Впрочем, возможно, аварий на дорогах может стать меньше, если станет меньше машин. Ведь содержать авто становится просто не по карману. Цены на топливо вновь бьют рекорды. За неделю средняя стоимость бензина в Прибайкале выросла на 44 копейки. Но такая тенденция наблюдается не только в Иркутской области, но и по всей России. С чем это связано, разбиралась Дарья Ивазова. Нет ничего более стабильного, чем рост цен на все. В том числе на бензин. Цифры на топливных табло в Прибайкалье вновь меняются в большую сторону. И это беспокоит иркутских водителей. Конечно, мы расстроены. Бензин растет непомерно. Это, конечно, зарплата, как обычно, у нас не догоняет. Я могу сравнить, что в пределах где-то, наверное, 3-4 тысяч уже стало дороже. Я не подсчитывал. Раньше был 50-40, стабильный 95-й. А сейчас что, 52, по-моему, уже. Немного не точно. 55 рублей 38 копеек. Столько сейчас стоит литр 95-го в среднем по Иркутской области. Литр 92-го – 51 рубль 15 копеек. А цены на сотый и вовсе приближаются к 70 рублям. А местами уже преодолели и эту отметку. За последний месяц топливо в регионе прибавило в цене от 1,5 до 3,5 рублей. А если сравнивать с апрелем, примерно тогда, по данным Росстата, стал дорожать бензин, то разница еще более существенна. Так, самый ходовой 92-й за 4 месяца подорожал на 3 рубля 15 копеек. А 95-й – на 4 рубля и 71 копейку. Но стоимость топлива удивляет не только автомобилистов, но даже представителей заправочных станций. Мы его закупаем через торги, официальные торги на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Только там другой площадки для покупки топлива не существует. С начала года этого стоимость на разные виды топлива выросла до сегодняшнего момента от 55 до 70%. Мы на эту ситуацию повлиять не можем. Есть законодательство конкуренции, антимонопольное законодательство. И мы пишем письма в эти органы, мы пишем письма в правительство, просим какие-то меры предпринять. Хотя экономисты объясняют рост цен на топливо как раз таки тем, что государство уже приняло некоторые меры. С 1 сентября меняется система демпферных цен на каждую тонну бензина. Это такой механизм, который смягчает колебания цен на внутреннем рынке. С 2019 года государство компенсирует нефтяникам ту сумму, которую они теряют, сдерживая рост стоимости бензина за счет обратного акциза. Из этого акциза, как сказать, половина уходила нефтяников. То есть государство собирает с россиян 16 рублей, и 16 рублей 8 отдает перерабатывающим предприятиям. То с 1 сентября будет задавать не 8, а 4 рубля. И с этим сэкономит почти триллион. А недостающие 4 рубля нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие организации, скорее всего, и заложат в стоимость топлива. А значит, стоит ожидать и дальнейшего колебания цен. Дарья Ивазова, Владимир Пинаев, Новости по будням. Не только вопрос стоимости топлива, но и проблема распространения коронавирусной инфекции до сих пор беспокоит жителей Иркутской области. Ведь в России, и в том числе в Прибайкалье, зафиксировали новый штамм ЕДЖИ.5, или как еще его называют ЭРИС. Эпидемиологи заявляют, что пока он не получил широкого распространения в стране. Однако этот вариант вируса распространяется с большей скоростью по сравнению с предыдущими. Всего на данный момент зафиксировано 17 случаев инфицирования новым штаммом в Москве, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, а также Бурятии, Хакасии и Краснодарском крае. Что же касается более глобальной картины пандемии в нашем регионе, то с 2020 года в Прибайкале было зафиксировано более 374 тысяч случаев COVID-19. Зарегистрировано почти 9 тысяч летальных исходов. За минувшую же неделю в нашем регионе 33 человека заразились коронавирусной инфекцией. Коронавирус далеко не единственная инфекция, которая угрожает здоровью наших земляков. В соседнем государстве Монголии зафиксирована вспышка чумы. Существует ли риск ввоза смертельной болезни в Прибайкалье и кто является ее переносчиком, сегодня выяснил Даниил Седов. Встреча с Тарбаганом в Монголии не редкость этих сурков можно назвать хозяевами степей соседнего государства. А еще эти млекопитающие являются национальным блюдом и вместе с ним носителем возбудителя чумы. Как раз это сочетание фактов привело к тому, что в Монголии зафиксировали вспышку смертельной болезни. Туристы в Монголии добыли и приготовили сурка. Как выяснилось, позже грызун был инфицирован. В результате житель Улан-Батора с симптомами чумы был госпитализирован, а сам очаг заражения находился всего в нескольких десятках километров от границы с Россией. Это порядка 65 километров от границы с Российской Федерацией. Здесь находится зунхентейский природный очаг чумы, который непосредственно к границе примыкает за Байкальского края. Разумеется, у Иркутской области с Монголией также есть общая граница. По ней со стороны соседнего государства расположены три аймака. Это административные единицы, аналоги областей в России. Так вот, один из граничащих субъектов потенциально опасен. Там также есть природный очаг чумы. Эти самые очаги вообще присутствуют в 18 аймаках в Монголии. При том факте, что всего их чуть более 20. Соответственно, заражение людей чумой тоже не редкость. Этим летом в Монголии уже регистрировались случаи заражения чумой. В июне в 17 регионах соседнего государства зафиксировали более 130 случаев инфицирования, в том числе и на границе с Россией. И тогда, как и сейчас, чума передавалась человеку от мяса животных, которых употребляли в пищу. Все эти случаи специалисты Иркутской области и соседних регионов просто не могли проигнорировать. На пропускных пунктах в Прибайкале сейчас действует специальная программа «Санитарный щит». Ее задача – исключить факты ввоза чумы на территорию региона. Тем не менее, риски заражения есть. Полностью исключить все риски завоза чумы на территории Иркутской области из Монголии сложно. Я уже сказал, что это 45 природных очагов. Только два аймака у них свободны от чумы. Когда уже происходит заражение, уже не от зверяка, от сурка, скажем, или от суслика, а от человека к человеку. То есть вот это очень опасно в плане эпидемического распространения. Именно поэтому все туристы, которые едут из Монголии в Иркутскую область, проходят обязательный санитарный контроль. Если у человека есть симптомы смертельного заболевания, его отправляют на карантин. Данил Седов, Павел Рютин. Новости по будням. Контролировать безопасность необходимо и в местах отдыха непосредственно в Иркутске. И теперь за порядком в парках и скверах города будут наблюдать еще больше камер видеонаблюдения. Новые камеры установят в спортпарке на берегу реки Ушаковки, в парках Комсомольский, Патриот, Лисихинском и Семейного отдыха. Следить за порядком станет проще также на территории Русско-Амурского мемориального комплекса, по Дедолгой, в скверах Курсатский и Прогресс. Видеокамеры появятся также в микрорайонах Приморский, Топкинский, на улице Фаворовского, Роза Люксембург, у Дома художника и в Каштаковской роще. Сейчас в Едином центре видеонаблюдения работает около 500 камер на улицах Карла Маркса, Урицкого, Трактовой. За безопасностью с помощью них вскоре будут следить также в 130-м квартале и на площади 50-летия октября. Как сообщили в МКУ «Безопасный город», на улицах Иркутска также появится интеллектуальное видеонаблюдение с распознаванием лиц и регистрационных номеров автомобилей. Но, как показывает практика, камеры не панацея от вандализма. Особенно это видно на примере Комсомольского парка, расположенного во Втором Иркутске. Пока специалисты ремонтируют и делают место отдыха комфортным, вандалы каждый раз все разрушают. Как прервать эту цепочку и помогут ли в этом дополнительные камеры видеонаблюдения, смотрите далее. Пока здесь идут ремонтные работы, но уже скоро появится новая зона отдыха для всей семьи. Так Комсомольский парк приводят в порядок. Скейт-парк с трамплинами и горками, аллея авиаторов и новые велодорожки. Следить за всем этим будут 30 камер видеонаблюдения. И на то есть причина. Этот парк печально известен регулярными нападениями вандалов. Здесь разбивали светильники, ломали качели и даже поджигали туалеты. В городской администрации уверены, с помощью камер привлечь нарушителей к ответственности будет проще. Сейчас в парке всего 4 камеры. И даже с их помощью уже удалось зафиксировать некоторых вандалов. Это молодые люди от 16 до 20 лет. Чаще всего, по словам специалистов, людьми этого возраста движет желание выразить протест или самоутвердиться в компании. Вырывание цветов, если это опрокидывание скамеек, как правило, это делает группа какая-то. И одни из них совершают это действие, а вторые являются зрителями, которые аплодируют. И тем самым они опять же подначивают этих людей для совершения следующего, следующего и следующего действия. Они все являются соучастниками. При этом такие акты вандализма чаще всего совершаются спонтанно, а иногда в состоянии опьянения. О последствиях вандалы не думают, а они, конечно же, есть. Не только для окружающих, но и для самих хулиганов, вплоть до лишения свободы. Впрочем, из-за менее тяжкие преступления последует наказание, если материальный ущерб составил меньше 2000 рублей в рамках административного кодекса. А если больше, то в рамках уголовного. Самый тяжкий состав в данных деяниях это вандализм. Это повреждение, осквернение имущества общественного, также общественного транспорта, зданий, сооружений, объектов культурного наследия. Либо иных сооружений, представляющих историческую ценность. Он наказывается по первой части исправительными работами, также денежным штрафом. А если совершена группа лиц, вплоть до лишения свободы. Бывают случаи, когда благоустройство страдает не только по вине вандалов. Так, в скейт-парке в микрорайоне «Солнечный» дети все лето катаются среди брошенных пластиковых бутылок. Местные говорят, что мусор здесь никто не вывозит. А чтобы не мешал, убирают его под рампы. Только вот старое деревянное покрытие никуда не спрячешь. Поэтому в случае с благоустройством города стоит помнить, что нужно ответственнее относиться к тому, чем пользуемся каждый день. Будь то качеля, горка, биотуалет или обычная урна. При этом неважно, новый ли это парк или после ремонта. Анна Ищенко, Иван Волобуев, Новости по будням. Желающих отдохнуть в парках на этих выходных должно быть немало. Ведь лето постепенно близится к концу, а с ним и жаркие дни. Хотя ближайшие суббота и воскресенье еще побалуют жителей Прибайкаля теплом как днем, так и ночью. Так, днем воздух будет прогреваться до 23-28 градусов в среднем по Иркутской области, а ночью до 12-17 градусов. Так что это еще все теплая летняя погода. Правда, суббота жителям региона понравится больше, ведь 12 августа осадков не предвидится, в отличие от воскресенья. Оно также будет теплым, но местами возможны кратковременные локальные дожди. Это, кстати, исключительно летнее явление. Зимой снег не бывает выборочным. Начало следующей рабочей недели также будет теплым. А вот к ее середине погода немного испортится. В регион придут дожди. Ну, ухудшение ожидается 15-16, тогда вот на территории области смещается уже область пониженного давления, высотный циклон. И вот с ним осадков будет значительно больше, то есть пойдут дожди уже, у градации сильные дожди, ливни. И температурный фон понизится, то есть где-то от 16-го числа, начиная до конца недели рабочей. Уже будет такая более прохладная погода. Конец лета – это еще и время завершения сезона отпусков. Жители Иркутской области возвращаются на свои рабочие места и приступают к выполнению своих обязанностей. К слову, в этом году трудиться нашим землякам стало проще. Все из-за улучшенного эмоционального состояния. Подробности далее. Работать стало спокойнее. Эмоциональное состояние сотрудников, компаний и организаций Иркутской области постепенно улучшается. К такому выводу пришли эксперты онлайн-сервиса ХХРУ. По данным сайта, более трети опрошенных жителей при Байкале оценили свое эмоциональное состояние на четверку и пятерку. Людям удалось избавиться от чувства тревоги. Это, в свою очередь, привело к тому, что стрессовых ситуаций на работе стало гораздо меньше. Да и в целом по стране сотрудники стали чаще положительно оценивать свое эмоциональное состояние. Для сравнения, в 2022 году доля положительных оценок была на 5% меньше, чем в 2023. Чаще всего с высоким уровнем тревожности успешно справляются представители высшего и среднего менеджмента, работники сферы образования и науки, а также водители и строители. А вот наоборот испытывают негативные эмоции HR-специалисты, инвесторы и консультанты. Главная причина плохого настроения – неуверенность в завтрашнем дне, личные проблемы и новости. Данил Седов, новости по будням. Как известно, одним из лучших средств борьбы со стрессом является отдых на природе. Это помогает снизить частоту сердечных сокращений и уровень кортизола гормона стресса. За спокойствием и наблюдением за звездами в эти выходные можно отправиться в село Глубокое Шельховского района. Загадать желание на падающую звезду можно будет в ночь с 12 на 13 августа. Специалисты Иркутского планетария говорят, что в этот день ожидаются идеальные условия для наблюдения максимума метеорного потока Персеиды – ясное небо и неяркая луна. Найти самую лучшую точку обзора помогут специалисты из планетария. Причем полюбоваться звездами под контролем специалистов можно бесплатно. Встреча состоится у кафе «Каретный двор» в селе Большая Глубокая на Култукском тракте в 11 часов вечера. Впрочем, Персеиды будут активны до 24 августа, так что каждый сможет увидеть это явление до этого времени. Чтобы полюбоваться наибольшим числом метеоров, лучше выбирать место с открытым горизонтом вдали от ярких источников света. Ну а сразу после короткой рекламы расскажем об успехах спортсменов региона, а еще о том, какой необычный фестиваль прошел в Иркутской области и какая премьера состоится на телеканале НТС уже в понедельник. Лучшие спортсмены страны съехались в Иркутск. В нашем городе стартовали всероссийские соревнования «Мемориал иркутских легкоатлетов». Они продлятся в столице региона до 12 августа. За это время на состязаниях выступят 220 человек. О других спортивных новостях Иркутской области расскажем далее. Анастасия Тихомирова выиграла сразу три медали на чемпионате Сибири по конному спорту. На турнире в Новосибирске девушка заняла первые места на маршрутах с высотой препятствий до 130 и 140 сантиметров. В последней дисциплине Анастасия даже не набрала ни одного штрафного балла. Кроме того, на счету уроженки при Байкале одна бронза. Таким образом, наша землячка стала абсолютной победительницей чемпионата. Хоккейный клуб «Ермак» продолжает свою подготовку к сезону в Национальной молодежной лиге. Наша команда встречалась в Красноярске с местной командой «Красноярские рыси». Матч выдался богатым на голы. На двоих команды забили семь шайб. И, к счастью для фанатов коллектива из города нефтехимиков, победа досталась именно оранжево-черным. Итоговый результат 4-3. А вот игроки «Байкал Энергии» выходят на финишную прямую подготовки к Кубку России. 12 августа наша команда на родном льду сыграет в товарищеском матче против новосибирского «Сипсельмаша». Эта игра также пройдет в закрытом формате без зрителей. Ну а Кубок страны стартует в столице Прибайкале уже 16 числа. Даниил Седов, новости по будням. На одну достопримечательность в Иркутской области стало больше. В городе Черемхове на одном из домов появился мурал по мотивам фильма «Азори здесь стихии». За основу создания уличной картины был взят постер фильма 1980 года, на котором изображены главные героини ленты и Федот Евграфович Восков в исполнении Андрея Мартынова. О других интересных новостях со всего света расскажем в рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте! Оказывается, россияне этим летом не смогли полноценно отдохнуть. Согласно последнему опросу, таковых более 40%. И раз уж лето еще не закончилось, предлагаю исправить ситуацию. А идеи подчеркнуть из подборки новостей. В мир сказок смогли окунуться иркутяне. Помог в этом ролевой фестиваль «Легендариум». Сотни любителей фэнтези, рыцари, феи, викинги соревновались в фехтовании и стрельбе из лука, оседлали резвых коней и посетили настоящую средневековую таверну, опробовав поистине легендарные напитки и не менее волшебные игры. Не обошлось и без заводных песен и танцев, которым также могли научить всех желающих. Мероприятие получилось поистине атмосферным. Вареников много не бывает, уверены жители села Батамази Минского района, и устроили в честь этого блюда целый фестиваль. Настоящая гастрономическая феерия ждала посетителей фестиваля вареников «Пан Вареник». С вишней, творогом, картофелем и грибами каждый мог найти лакомство на свой вкус. Голодным точно никто не остался, как в прямом смысле, так и культурном. Ведь помимо самого виновника торжества в программу входили творческие номера коллективов со всей области. На следующих кадрах ничего удивительного. Просто робот решил вывести на прогулку по московским улицам своего робота. Этот антропоморфный малыш – настоящий джентльмен. И дело не только в стильном свитере, но и в манерах. Робот оказался поистине человечным и помог своему товарищу-роботу-доставщику перейти через дорогу, чем растопил не одну тысячу сердец. Но если рабочая неделя вытянула из вас всю энергию, пополнить ее можно по новой методике йоги, разработанной в Канаде. Кто не любит милых щенков? Именно так подумали в одном канадском спортклубе и организовали расслабляющие занятия с их участием. Во время занятий щенячьей йогой можно не только поспать и повысить физическую активность, но и поднять уровень умиления. Животные предварительно обучены. Кажется, очередь к таким специалистам скоро нужно будет занимать за пару месяцев. Всем насыщенных выходных, искренних улыбок и хороших новостей. До встречи! Стараются удивлять зрителей необычными проектами сотрудники нашего телеканала. И уже в понедельник в эфире НТС состоится премьера нового фильма из документального цикла «Лица», автором которого является наш коллега Павел Желудев. На этот раз главным героем ленты стал всемирно известный музыкант и художник из Иркутска Евгений Маслобоев. Наш земляк является создателем такого музыкального направления, как этно-джаз. И именно в этом стиле Евгений издал несколько пластинок на одном из авторитетнейших лейблов мира в Лондоне. Помимо этого главный герой нового фильма постоянно экспериментирует со звуком, используя для этого предметы быта и даже растения. Работа с последними даже превратилась в отдельный перформанс, именуемый биоакустикой. Специально для фильма Евгений Маслобоев провел музыкальную сессию с участием спотифилума. Что из этого вышло, узнаете уже в понедельник в 19.00 в новом фильме документального цикла «Лица». Не пропустите! На сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Звоните 792-402, если у вас есть интересные новости. И не забывайте про наш сайт www.ntsdefistv.ru и социальные сети. Я же на этом прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова